ВЫХОДНЫЕ ПРОШЛИСЬ СПОКОЙНО Сергей Сырбу назвал себя кошмаром. Не знаю, кто испугался, но сегодня всех интересует другое. Как мы будем жить теперь, когда сменилась власть? Получили ли мы прививку от олигархов, коррупции, казнократства? Как проявят себя новые правители? Кто и почему будет им мешать? А кто помогать? Ответы на эти вопросы давать совсем непросто, но необходимо. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! И я представляю гостей, тех, которые добрались сегодня до Полюса. Политик Серафим Урикян. Добрый вечер, Серафим Александрович. Добрый вечер. И комментатор у нас сегодня даже в этой роли. Депутат от партии социалистов Григорий Новак. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Волницкий, журналист, портал Трибун МД. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда мечтала задать этот вопрос в эфире. Ну так, чтобы было, но к месту, понимаете. Потому что многие об этом говорили, а как-то оно всё так не звучало. А сейчас, мне кажется, должно прозвучать. Господин Волницкий, так Мамалыга всё-таки взрывается? Взрывается. Я в начале этого года сначала написал один материал, потом был в студии одной радиостанции. И поскольку я пишу политическую историю страны, взял на себя смелость отметить, что все годы, которые заканчиваются на 9, они означают большие политические изменения. И в качестве примера я привёл 31 августа 1989 года. У нас даже улица есть такая, когда люди собрались, очень много людей на площади, они добились своего, хотя в это было трудно поверить. Потом последовал 1999 год. Сергей Александрович помнит прекрасно этот год, потому что в том году он лично баллотировался на должность премьер-министра. И в том году у нас мы начали... Потом отказался? Да, господин Нарекин отказался. В том году мы начали год с правительством Иоанна Чубук-2, потом в феврале у нас уже было правительство Иоанна Стурзы, а в декабре уже правительство Брагиш. Этот год был полностью нестабильным с политической точки зрения. Мамалыга то и дело взрывалось практически каждый месяц. Потом был 2009 год. Я думаю, что не надо забывать, что было в 2009 году. Были трагические события от 7 апреля, досрочные выборы, смена коммунистов у власти. Естественно, было предположить, что 2019 год не будет исключений. Вот так оно и было. Я, когда делал это предположение, конечно, я основывался на нумерологии и на чуть-чуть политическую историю. Но как оказалось, это было предсказуемо, и это случилось в конце концов. Я поняла, Сергей Александрович, взрывается? Мамалыга, на ваш взгляд? Или то, что мы сейчас через что прошли, это нельзя так назвать? Она взрывается. Но слава богу, что в этом году хватило, наконец-то после натягивания этого каната, хватило благоразумия. И передали власть, ну, будем говорить так, что, ну, хотя бы чуть-чуть по-человечески. И я не согласен с тем, что, ну, не полностью согласен с тем, что, когда год кончается на 9, обязательно что-то происходит, вдруг вон выходящего. Тогда я не баллотировался, тогда меня назначили в 99-м году без того, чтобы спрашивать. Но когда я выдвинул предложение вот по реформированию правительства, я очень рад, что через 18 лет все-таки правительство реформировали, что уже стали государственные секретари, уменьшили количество министров. Очень хорошо. Сейчас что ожидать от новой власти? Я бы первое, что пожелал, это благоразумие, взвешенного подхода вот к нуждам людей, побольше следить за риторикой, потому что порой вот вырываются некоторые квалификативы, которые оставляют след, и это на долгое время приходится, ну, заниматься тем, чтобы стабилизировать положение. То, что вот эти угрозы поступают, знаете, вот демонстрации мускулов еще никого не привело к чему-то вот особо нормальному. Ну, и нужно понять, что любая власть, которая приходит, обязательно она уходит. И очень хорошо, чтобы остался след, то есть привкус политики у людей, чтобы люди ностальгически вспоминали, что вот когда были эти у власти, вот это было прекрасно, это было хорошо. Я думаю, что вот сегодняшняя коалиция, которая у власти, которая уже, наконец-то, пару дней как вошла в свою роль, в свои кабинеты, как раз займется вот чаяниями людей. Господин Новак, вот смотрите, сейчас недостатка в том, чтобы советовали новой коалиции, что им делать, вот в этом вообще нет. Особенно, когда читаешь соцсети, все знают, что необходимо делать в новой власти. А вот если разобраться, на самом деле, с чего-то начинать надо. Ну, вот господин Хан, например, четко сказал, начать надо с судебной реформы. У него такое видение, да? Я не сомневаюсь, что массу советов дали вам и свои сторонники, а уж оппоненты как. Вот вы как видите, с чего нужно начинать? Ну, судебная система, конечно, она хорошо, и господин Хан, безусловно, прав, но в первую очередь приоритетнее, скажем так, освобождать государство от тех, скажем так, чиновников, которые вот зависли в своих кабинетах и творят, что хотят. Вот хороший пример Конституционный суд, да? Который вот, казалось бы, Конституционный суд должен помогать государству выйти из определенного тупика, если он туда зашел, а не загонять его туда в тупик и в кризис. И такого рода примера очень много, в том числе и судебная система. Конституционный суд не является частью судебной системы, это отдельная, скажем так, ветвь, скажем так. Так это орган высшей юрисдикции, даже не ветвь, то есть вот такая функция. Он не относится к судебной системе. Да, конечно, да. Но судебная система, ну, по крайней мере, международные организации говорят, что у нас очень плохо с этим. И мы, безусловно, согласны с этим, так как видим, что ежегодно в ЕСПЧ мы теряем государство, теряет колоссальные суммы, оплачивая вот те, скажем так, штрафы, даже не штрафы, ну, скажем, штрафы, да. Экономические санкции. Экономические санкции. С другой стороны, я вот сколько наблюдаю, не работает так называемый регресс, когда государство начинает преследовать тех чиновников, которые являются виновниками вот этих санкций, да. Потому что, ну, скажем, судей. Ну, он вынес решение, ну, хорошо, вынес решение не в пользу, не соблюдая, скажем так, букву закона. В конечном итоге санкции не переносит какой-то отдельный судья, высшей судебной палаты или апелляционной палаты. А в конечном итоге это государство, опять же, страдает. И это будет продолжаться до тех пор, пока судьи не начнут вот своими деньгами платить за их поступки, за их, скажем так, недоработки где-то, а где-то умышленные вот такие вынесения решения, да. Безусловно, мы, я вот даже сегодня обсуждал с коллегами, после этой власти очень много работы. Вот, как бы там ни крути, тот же закон о прокуратуре, к примеру, да, который мы вот начали менять, вот на прошлой неделе проголосовали в первом чтении, их сделали вообще вот недотрогами, творят, что хотят. В случае с конституционным судом, те вообще, если в случае судебной системы есть высший совет магистратуры, то в случае с конституционным судом, то их вообще никто не накажет. То есть единственный орган, который их могут наказать, это комиссия, которая создана из числа судей, то есть сами себя наказываем, да, бред полный. Я знаю, что новая власть всерьез занимается кадрами, причем сразу в нескольких направлениях. Ну, вот сегодня, например, два решения о том, чтобы освободить определенных чиновников, именно потому что они являются родственниками, высшестоящих начальников. Ну, а сейчас говорю, например, о МИДе. Давно задан вопрос по поводу самого состава конституционного суда. С этим тоже надо что-то делать. Но вишенка на торте — это все-таки должность генерального прокурора. И эти вопросы люди постоянно задают, потому что ждали-ждали, все-таки как-то отреагирует господин Харунжин или нет, он не реагирует никак. Скажите, пожалуйста, у вас есть план? Конечно, господин Харунжин спокоен, потому что за последние годы, когда последний раз меняли закон о прокуратуре, мы очень-очень долго критиковали этот закон. И он сидит себе спокойно, потому что он знает, что никто ему ничего не делает, независимо от того, что он будет делать. То есть вы собираетесь с этим что-то делать? Так, вот это и был вопрос. Я до сих пор вот сейчас с коллегами-юристами, вот прямо сейчас до передачи был в парламенте, там обсуждали ряд предложений, законопроектов, которые уже следуют конкретные шаги. Ну, мы можем, конечно, надеяться на добросовенность господина Харунжина, но в этом мало верится. Если бы он захотел уйти в отставку, он это бы сделал. И юридическая комиссия уже приступила бы еще вчера, наверное, к обсуждению и проведению конкурса нового кандидата, кандидатурной должности. В том числе мы обсуждали сегодня то, что касается детектора лжи, так называемого, который проходит к кандидата, который непонятно для чего нужен. Если я правильно вас понимаю, вы пытаетесь эту ситуацию решить, исправив в законодательстве те, на ваш взгляд, слабые моменты, которые не позволяют вам сейчас... Я приведу простой пример. Прокурор дает клятву, да? Да. А какие санкции есть за нарушение этой клятвы? Да никаких нет просто. То есть, получается, законы до тех пор это не предусматривали, вы намереваетесь идти именно законодательно, чтобы не было нарушений. Я правильно поняла. Спасибо. Генеральный прокурор тот же человек, который теоретически может нарушить закон, да, или, скажем так, превышение должностных полномочий. А санкций-то нету. В отношении него. Спасибо. Господин Волницкий, как вы думаете, это и есть самый правильный путь, что вот сейчас пытаются они внести поправки в законы и таким образом освободить господина Харонжина от должности? Да, это правильный путь. Но я не знаю, если он своевременным. Почему я это говорю? Потому что надо учитывать, что новая власть, которая пришла к власти в Молдове, она ненадолго. Потому что изначально было сказано так. Мы приходим к власти для того, чтобы создать равные для всех нормальные условия для проведения досрочных парламентских выборов. Если в план подготовки к досрочным парламентским выборам входят эти изменения, которые вывели бы прокуратуру из-под политического контроля, конституционный суд вывели бы из политического контроля, центре избирком, то это да. Это нужно сделать, несомненно, потому что, я не говорю в частности о генеральном прокуроре, но, например, с таким конституционным судом ясно, что на досрочные выборы нельзя пойти, от него очень многое зависит, в том числе и валидария мандатов депутатов, утверждение мандатов депутатов, вообще утверждение результатов выборов. Есть определенные вопросы и к центре избиркома. Естественно, в этих направлениях надо работать. Но не надо забывать, что мандат этой власти, ну, он, можно сказать так, короткий мандат. И за это время начать серьезные реформы, как, например, реформа юстиции, для этого требуются годы, за 2-3 месяца. Конечно, что-то надо сделать, но надеяться на то, что ситуация изменится за 2-3 месяца, нет. Надо правильно расставлять приоритеты. Что на данном этапе является приоритетом? Подготовка страны к досрочным парламентским выборам и вывод государственных учреждений из-под политического контроля, это одно. Долгосрочные реформы, это совсем другое. То есть надо определиться с приоритетом. Я знаю, есть определенная эуфория. Все ждут от новой власти чудеса. Но эти ожидания должны быть резонными. Надо, чтобы люди изначально поняли, какой реальный приоритет и для чего была создана эта новая коалиция. Иначе все эти ожидания, они повернутся против этой же власти в скором будущем. Со многими, на мой взгляд, словами я бы согласилась, но вот в отношении того, что генпрокурор, это не первостепенно, я бы сейчас все-таки так не сказала. Нет, от него тоже зависит много. Да, очень много. Потому что вы же понимаете, что есть куча сейчас уголовных дел, которые, во-первых, несправедливо были возбуждены, а во-вторых, как же новой власти двигаться вперед, зная, что в любую минуту генеральный прокурор может вступить в игру. Сергей Александрович, вы стоите очень грустно, а можно я вас спрошу одну вещь, которая всех давно волнует? Вот помните, очень часто вам вменяли в вину, говорили, что вот смотрите, партия урекианов в свое время отдала, а некоторые прям говорили, даже продала. Да, вот и суммы назывались, Сергей Александрович. Как тогда было дело? Почему вы, по квоте, получивший вот эту должность, в принципе, своего человека на нее так тогда и не поставили? Что-то произошло? В принципе, произошло следующее, что я хотел бы понять, во-первых, что такое своего человека. Представителя партии, которому вы доверяете. Единственное, вот моя позиция была, и в конце концов получилось так, что были выдвинуты оба. И СИС, и генеральный прокурор были выдвинуты от нашей партии. Господин Зубко работал в мэрии. В 95-м, 6-м, 7-м, 8-м он защищал права местной власти во все юридические инстанции как адвокат. Мое требование и предложение было, чтобы генеральный прокурор был не из состава прокуратуры, генерального ли прокурора и так далее, а был человек со стороны. Из этого списка в 17 человек был первый Андроник, второй был Сусаренко и так далее, и так далее. И мы все, вот, 4-4 лидера партии выбирали. И в конце концов, вот, остановились на эту фамилию, доктор наук, значит, конституционалист. И я хочу сказать, что если кто-то скажет мне, что после Зубко стало намного лучше в генеральной прокуратуре, то я скажу, извините, но то, что вот говорили до сих пор, что быстро менять и так далее, или что это власть... Нет, ее речь идет о законе, да, насколько я понимаю? Да, ну, подождите, я понимаю, о чем идет речь, о законе. Но дело в том, что этот закон, который они будут принимать сейчас, они будут возыметь действие после того, как исполнится 7 лет работы в прокуратуре генеральному прокурору. Просто так. У него есть конституционная гарантия. Так есть конституционная гарантия и у судей конституционного суда. Поэтому... Не совсем так. Григорий, вам слово. Не совсем так. И меняется закон. Конечно, закон не имеет обратной силы, но когда он вступает в юридическую силу, то, скажем так, отдельные статьи закона, если нарушил, то есть на будущее, если прокурор нарушил или другой закон, то он по полной отвечает. Не дожидаясь этих... Любой гражданин от президента до, я не знаю, жителя села, в котором осталось только 4 человека, к сожалению, много таких сел у нас сейчас, должны быть равными перед законом. И должны отвечать... Я с вами не согласен, потому что даже, вот, к примеру, по отношению к депутатам, да, вот вы были депутатами, знаете, несмотря на то, что есть неприкосновенность, есть иммунитет, да, тем не менее, закон предусматривает. В случае, если нарушил закон, генеральный прокурор приходит в парламент, приводит доводы, то есть доказательства парламенту, снимается иммунитет, ну, как оно было... Это вы мне говорите с Филатом. Ну, с Филатом. Первый, кому сняли неприкосновенность в этой стране за 5 секунд, это был Серафиму Рекьяну. Я не хотел привести ваш пример. Нет. Это было исключительно, да. По уголовному делу. По правилам хорошего тона, И очень сняли неприкосновенность. Ничего я прожил 5 лет, ходил в судах 60 раз по настоянию товарища Воронина и других его компаньонов, генеральных прокуроров, идеальных. Поэтому идеального не будет. И как вот я не согласен, что мы найдем идеального, так я чуть не согласен с господином Вальницким, хотя я его уважаю очень, что эта власть очень на короткий срок. Вы знаете, когда есть взаимный контроль вот друг за дружком, и когда это еще переходит в взаимное уважение, а взаимная ангажированность. Вот, допустим, как в муниципальном совете. Вот все удивляются, все вот, почему это так, почему это так, я веду куда надо. Вот, как раз коммунисты и либералы распродали весь город. Вот, а социалисты стояли в стороне. Спасибо. У нас в эфире... Это плохо или хорошо? Нет, в эфире появился свой Сусанин, но тем не менее, если позволите. Вот, смотрите, Ваши мысли, мне кажется, поддерживает президент, потому что он сегодня по поводу коалиции, он в своем обращении, да, сегодня к народу, он, значит, на мой взгляд, несколько важных вещей затронул. Первонаперво он предложил отказаться от геополитики. Вот он сказал, что именно от этого сегодня в первую очередь зависит, насколько мы сможем, значит, работать и слушать друг друга, слышать, чтобы был результат. Мне кажется, что об этом идет речь. Господин Новак. Конечно, если мы сейчас начнем, как мы только затронем эту тему, я полностью согласен с президентом, мы только затрагиваем эту тему и начинается. То есть мы понимаем, что мы принципиально разные, то есть то, что касается взглядов политических, но сейчас мне это важно, скажем так. Намного важнее есть освободить страну от тех коррумпированных чиновников, которые засели где-то, начинать где-то с экономической составляющей, по чуть-чуть начинать поднимать экономику, потому что уже там... Ситуация серьезная. ...вольно смотреть на нашу экономику. Она только... Одно слово экономика, ее практически нет. Нужно начинать восстановить наши внешние отношения, которые, к сожалению, господа демократы умудрились испортить отношения. И с европейцами, и с русскими, со всеми, да? А удается пока вот слышать друг друга? Потому что ведь на самом деле вот эти вопросы, которые сейчас обсуждаются, они заставляют мобилизоваться, да, вот как бы и не выделять, я не знаю, там одну страну, да? Вот полетел министр иностранных дел в Соединенные Штаты Америки. Некоторые могли бы сказать, почему в Соединенные Штаты Америки? Ну, наверное, ближе, поэтому и туда. Да, то есть вот удается как-то пока находить общий язык? Ну, по крайней мере, у нас нету никаких проблем. Полетел, ну и хорошо. Главное, что... Важны результаты. С чем он придет? Результативно. Да, с чем он придет? Спасибо. Вернется, полетит куда-то в Европу. Тоже хорошо. Пускай тоже с результатами возвращается. В Россию, отлично. Вот так, мы, маленькая страна, нужно, вот, скажем так, делать, скажем так, ставку на сбалансированную политику, таким образом, чтобы мы и так не особо конкурируем с державами, скажем так. Зачем нам? Маленькая страна должна делать большую политику. Вот это будет мудро. Да, большие страны большую, а маленькие умную, сказала, повторю, известное изречение. Господин Волницкий, удастся, как вы думаете, вот партнерам по коалиции, вот пока они выступают с такими месседжами, да, примирительными, удастся ли им продержаться достаточно долгое время? Это, конечно, проблематично. Я не думаю, что кто-то может сказать, сколько может продержаться коалиция. Я, как человек, который пишет политическую историю страны, пытаюсь вспоминать случаи долгосрочных коалиций. Ну, практически таких не было. Первая коалиция демократическая по управлению страной была создана в 1998 году. Сменив два правительства, она упала меньше, чем за два года. Я не хочу быть пессимистом. Я сейчас буду говорить и про нынешнюю коалицию. Потом, следующая коалиция, вторая коалиция правящая была создана у нас в 2009 году с Альфомой Александровичей партией, которые входили в нее. Если я не ошибаюсь, она была утверждена 25 сентября 2009 года. А проблемы уже в декабре появились в этой коалиции. А можно вопрос в связи с логикой того, что вы говорите? Разве эти коалиции распадались, потому что их ссорила геополитика? Нет, не геополитика, потому что они строились по геополитическому принципу. И первая, и вторая были ярко выражены проевропейскими коалициями. Они ссорились по-другому, потому что происходило, например, АЕ-2, она практически распалась после того, как всплыли факты о хищениях госимущества. Это о рейдерских атаках в банковской системе, о других неполадках, о полной нефункциональности этого правительства. Я к чему веду? Все коалиции, которые были до сих пор, все проваливались, что ли. Если даже сохраняли видимость, то через 2-3 месяца все они проваливались. Вопрос в чем, когда мы говорим, сколько продержится нынешняя коалиция? В ее способности извлечь какие-то уроки из предыдущих опытов. Если они извлекут правильные уроки, возможно, они продерживаются дольше, чем остальные коалиции. Если же нет, не надо забывать, что здесь три сильных политических игрока, а не два. Потому что блок АКУМ состоит из двух составляющих. Даже если два сильных, крупных политических игрока ведут себя умно, благоразумно, соблюдая определенные рамки, никто не дает гарантии, что третий где-то не сорвется. То есть это очень проблематично. Поэтому я всегда... Это зависит прежде всего от самих политиков, но никак не от геополитики. Я вот, в принципе, к этому сейчас отведу. Я попытался быть более дипломатичным, но я скажу так. Если проявится политический эгоизм, если кто-то попытается подмять под себя коалицию... Сорфим Александрович, ведь так было? Так, конечно. Если проявится политический эгоизм, если кто-то попытается прогнуть остальных под себя и заставить их работать на свой рейтинг, коалиция лопнет. Спасибо. Сорфим Александрович, вот видите, оказывается, геополитика — это не тот фактор, который может так уж рассорить саму коалицию. Совершенно верно. Вы же на геополитической почве в том альянсе не спорили. Все тогда были, позвольте вам напомнить, все тогда были страшно за Европу. Вот страшно. Поэтому все вроде как смотрели в одном направлении. Вроде как собирались подписывать соглашение, и что-то пошло не так. Я хочу сказать, что где-то отчасти вы правы, но геополитика, скажем, запад-восток, этот вопрос решится не раньше, чем через 25-30 лет. Поэтому я бы призывал всех политиков к благоразумию, терпению, решать насущные проблемы страны, показать имидж страны другой, потому что у нас с соседями ни слева, ни справа вообще отношений таких нет нормальных. Вот наладить отношения, чтобы наш крестьянин, фермер, имел где продавать продукт своего труда. И, конечно, ситуация изменится к лучшему. И очень правильно, что когда появляется диктаторская нотка у кого-то из членов коалиции, начинает расшатываться. Если эта лодка уже раскачивается, она обязательно перевернется. Но мне кажется, что мы не настолько, как вы подчеркнули, что настолько разные. И я не вижу разницы. Я пострадал в свое время, потому что я всегда говорил, что я статалист. За нормальные отношения со всеми странами, и с Россией, и с Америкой. Да, за европейскую интеграцию, но в благоразрубных, ни завтра, ни сегодня, ни через экстремизм, ни через кровопролитие, потому что нам говорили европейцы, и тогда, когда я встречался с ними, что, ребята, через 25-30 лет ждите. Поэтому... Тут только разница в том, что, Сергей Александрович, что-то они говорили вам, а вы никогда не говорили «это нам». Мне кажется, это так вот. Спустя эти годы... Это вот важное такое замечание. Не спрашивали, не говорил. Ну, как не спрашивали. Это был самый любимый вопрос. Сступим ли мы в ЕС и когда? Все говорят «вот-вот». Сергей Александрович, помните, да? У нас прямо вот уже речь шла, что буквально вот заявку будем подавать. Понимаете? Ну, ладно. Если у вас будет реплика, то да, если нет, то поговорим. Я думаю, ну, короткая реплика. Я думаю, на сегодняшний день все прекрасно понимают, что если говорить о геополитике, то евроинтеграция нам не светит. Ну, что такое евроинтеграция, да? Не нужно путать вхождение в ЕС с евроинтеграцией. Вот это разные принципиально, разные понятия, да? Интегрироваться, да, можно, да, там, ну, скажем так, вести себя как европейцы, да, вот, принимать какие-то законы. Уровень жизни. Уровень жизни, да. Но это же, это же, это же можно сделать и без каких-то геополитических факторов, да? Это нормально, чтобы происходило. Это норма жизни, скажем так. То, что у нас этого нету, и нам кто-то обещает, что вот евроинтеграция. Люди понимают евроинтеграцию по-другому. И политики на этом спекулируют. Когда говорят евроинтеграция, политики не говорят до конца, что это не вхождение в ЕС. И тот, скажем так, паспорт не позволит ему работать, вот чего не говорят, не договаривают до конца. Поэтому отказаться от геополитической, скажем так, риторики нормально. Ведь все прекрасно понимают, что нам не светит вхождение в ЕС, как говорил Серафим Александрович, в ближайшие там 20-30 лет. Поняла. Те, кто сейчас остались, я имею в виду демократы, вот о них сегодня говорил президент, но я сказал, что они жаждут реванша. Что эти люди, они находятся в государственных учреждениях, в министерствах, в ведомствах, да? Что необходимо быть всем очень-очень внимательными. Они вот даже угрожают. Смотрите, практически синхронно сегодня появились какие-то очень такие, я бы сказала, воинственные какие-то вот комментарии со стороны демократов. Ну, тот же Сергей Сырбу, да, потом как-то Павел Филипп тоже как-то жестче что-то стал угрожать, какой они будут страшной оппозицией, да, вот. И понимаете, вот как вы считаете, они реально могут дестабилизировать ситуацию, эти люди? Или это просто бравада? Ну, пишет себе господин Сырбу, и пусть пишет. Господин Волнецкий. Коммунисты были намного сильнее в 2009 году и в 2010 году и в последующие годы. И я позволю себе напомнить, что коммунисты в 2009 году, когда произошла смена власти, имели не 30 мандатов депутата, как сейчас имеет демократическая партия, а целых 48. Там перевес был 53 на 48 мандатов. И целые годы они расшатывали эту лодку, и у них были сильные позиции. У них был собственный, очень энергичный электорат. Помните, последующие годы, после 2010-2011, они устраивали оранжевую, как они назвали? Не, не оранжевую не устраивали, но бархатную. Бархатную. И кофейную еще ее называли. Да, и кофейную. Кофейную, да. Или акции гражданского неповиновения, которые практически заполняли всю страну. Новой власти, тогдашней, ну уже не совсем новой, в 2010-2011, очень трудно приходилось работать в таких условиях. Когда, например, возле села Троица баррикадировали, блокировали целую национальную дорогу. Когда местные избранники саботировали практически центральную власть страны. И они приходили с заявлением, и так далее, и тому подобное, очень трудно. Это была коммунистическая партия, сильная партия, которая даже после пяти лет, оставаясь в оппозиции, они все равно были очень сильными. Демократам до них далеко. У демократов даже, они строили свою силу совсем по другому принципу. Коммунисты строили свою силу и, в том числе, и на поддержку народа, части народа, своего электората. Демократы строили свою силу на государственные учреждения, которые работали на них. То есть методы совсем другие. У коммунистов позиции строились по-другому, и поэтому они были очень сильными много лет спустя. То, те принципы, на которые построили свою власть демократы, они ненадежные принципы. То есть получается, что это все просто пока угрозами. Демократическая партия, еще сильная партия, это надо признавать, это надо понимать. Она еще немало хлопот доставит новой власти. А чем она сейчас сильна? В том-то и дело, что она сейчас сильна еще тем контролем, который оставляет на государственные учреждения. В этом ее сила. Потому что, имея эти учреждения, свое подчинение, даже будучи в оппозиции, она может заблокировать практически любой процесс. И своих членов, своих активистов в то же время в определенную зону комфорта поставить. Вот в чем сила нынешней демократической партии. Вот в чем провокация новой власти. Удастся ли им эту силу урезать или уменьшить? Ну тогда, конечно, политическая борьба с оппозицией будет вестись по другим принципам. Сависим Александрович, как? Согласны? С чем? С тем, что так сильны демократы вот этими именно моментами. Я бы сказал, что да, есть механизмы влияния на власть у демократов, пока сохраняются. Вот последняя декларация некоторых лидеров демократической партии, конечно, это злость, обида за утерянную власть. Но надо смотреть в корень, как говорят в Украине. Значит, как эволюционировала вот демократическая партия, как сформировалось большинство в парламенте, как она вообще пришла к власти и как она монополизировала эту власть. И когда существует монополия власти, ей всегда грозит падение. Хотим мы или нет, ни одна империя не сохранилась, хотя была монополия от и до, так и тут. Поэтому я и говорю за то, что когда есть взаимный контроль за компонентами власти, вот как сейчас, и если будет существовать благоразумие в решении государственных вопросов, то проблем не будет. И бояться, скажем, чем сильнее, скажем, оппозиция, тем лучше работают те, которые у власти. Это тоже надо учитывать, что если будет сильная оппозиция, ну, поживем, увидим. Конструктивная оппозиция, не кричать, а вот прийти в парламент с альтернативными решениями, более хорошими, более лучшими, которые будут проголосованы, скажем, всем составом парламента, которые будут признаны людьми, народом, которые будут работать на благо жителей нашей страны, конечно, это хорошо. Но я не думаю, что, скажем, сильная надолго, потому что, значит, вот эти переходящие из одной партии в другую, я остановлюсь на этом моменте, потому что... Потому что господин Волницкий вот этот момент, мне кажется, не совсем учитывал, что люди, которые сейчас находятся именно в этих учреждениях, не факт, что они так долго будут преданными сторонниками демократической партии. Они завтра могут переходить в другую партию, которая находится у власти. Не будет ошибка со стороны других партий принять их. Кстати, это мой манифест, я всегда повторяю, что пора давно завести регистр, реестр, в котором фигурировали бы все местные активисты, местные избранники, чтобы можно было проследить. Господин Волницкий станет ужасно, потому что мы поймем, что у нас один примар за последние лет 15 был членом пяти партий, и каждый раз это было правище. Да, так и было, когда корреспондент радиостанции пошла на рынок, и там спрашивал людей про власть, что вот наш начальник всегда менял партии, корреспондент пошла к начальнику, известная, кстати, радиостанция в Молдове, и спрашивает, а правда, что вы меняли партии за столько лет? Нет, я всегда была только в одной партии, это была партия власти, это реальный случай из жизни. Честно человек сказал, да. Ваш комментарий мне особенно интересен. По поводу демократов, да. По поводу Сережи Сырбы или ничего? По поводу Сережи Сырбы я вас не хочу спрашивать, потому что я видела, что вы ему написали в ответе. Нет, он хороший парень Сергея Сырбы, ничего. Да, но если хотите, я же не могу вам помешать. Я думаю, что господин Сырбы должен помнить, что в том числе и он уже является кошмаром для всей республики уже на протяжении, не знаю, последних десяти лет, скажем так. И кошмаром побольше он не станет, да и до нас, скажем так, слишком маленькие у него зубы. Зубы поломает, вот кусать нас, да. Потому что на сегодняшний день я видел в пятницу, вот прямо было народное ликование, да. Когда, скажем так, демократы капитулировали. Несмотря на то, что неделю раньше они там грозились. Вы видели Плохотнюк орал во весь голос по Штефану. Я вот всякое видел, но никогда не думал, что увижу Плохотнюка вот с мегафоном, с индюками, со всеми... Этого никто не ожидал. Весь бой, комплект, да, скажем так. И индюшатин, это тоже хорошее место. По борьбе. Но я не могу не согласиться с коллегами, что щупальцы демократов на сегодняшний день, да, они еще до каких-то госструктур достают. Поэтому принципиально важно, вот то, что я говорил раньше, отказаться от геополитики, риторики и начинать работать в этом направлении. Потому что ничего не смогут сделать демократы в этом направлении. Часть тех чиновников, которые их держали за, ну, скажем так, за горло, разными методами, скажем так, уголовными делами или еще чем-то, они почувствовали, сейчас вздохнули, да. И не факт, да не то, что не факт, я уверен, что они не будут выполнять те указания, которые получали раньше. Потому что те чиновники, которые еще где-то остались в госструктурах, они увидели слабинку демократической партии и они поняли, что демократическая партия капитулировала. Я не думаю, что они вернутся к власти. При досрочных выборах, не имея админресурс и рычаги влияния, при честных выборах, ну, они в лучшем случае возьмут половину того, что есть у них сейчас по ностальгии. Как показывает история, еще как бы незавидна судьба тех партий, рядом с которыми нет литера. Как он там находится за границей, да, то есть мы сейчас понимаем, о ком мы говорим, и сейчас ситуация начала повторяться. А в пятницу не стало двух лидеров у нас в стране, то есть... Да. И поэтому вот этот фактор господина Плохотнюка, он волнует многих, господин Новак. Вот смотрите, люди задаются совершенно справедливый вопрос, почему дали уйти? Потом мы получили пояснение, какое оно было. Мы не хотим уподобляться демократам, мы не можем человека просто так задержать. Как выяснилось, вот генеральный прокурор Срефим Александрович, нет на человека ни одного уголовного дела. Конечно нет. Кто бы завел на него до, скажем так, до 8-го числа? Кто бы завел? Хороший что ли? Боже упаси. Но... Вот этот фактор, я хочу, чтобы мы поговорили, вот отсутствие лидера. Люди должны понять, первое, если мы, скажем так, новая власть, будем действовать такими же методами, как они, да, вы задержите, а потом разберемся, был бы человек, а статья найдется. Это неправильно. Мы ничем не будем отличаться от них в этом случае. Поэтому я не знаю, я предполагаю, что там ни одно уголовное дело можно завести, но это должно быть реальный, да, не нарисованный, как привыкли за последние годы. Вот эта новая прокуратура, Пичи Кокс, рисовала и рисует до сих пор уголовное дело только так. Поняла. По поводу лидеров вы хотели что-то сказать, Сергей Александрович? Я хочу сказать, что не дай бог вот пойти по пути, по которому пошли коммунисты, потом демократы, потом другие тоже пробовали по этому пути, искать людей и наказывать, подозревая их в политическую ангажированность. На все должно быть доказательство. И если начинать вот расправляться людьми, то никто не будет слушать и эту власть, и не будут работать. То есть закон должен быть для всех одинаковым. Он имеет обратный эффект. Да. И он имеет эффект бумеранга. Поэтому очень надо строго по закону, закон для всех, и не преследовать по политическому ангажированию, что я знаю, что от новок, от социалистов его надо обязательно посадить или обязательно тот и другой. Нет. Разобраться, потому что есть хорошие люди, есть хорошие специалисты, которые, может, где-то и склонили голову, вот слушали кого-то ради того, чтобы удержаться. Куда? Что? Взять и уехать из страны? Для этого много ума не надо. О руле лидеров, господин Волнивский, мне интересен ваш комментарий, потому что многие тут уже говорят, осмотрите, у демократов и лидер скоро поменяется. А другими в ответ им, знаете, что говорят? Нет, Владимир Плохотнюк, как Владимир Воронин. Никогда не уступит. Вот пусть помирает на их глазах, но не уступит лидерство. Как полагаете? Ну, вы знаете, большинство партий, я не говорю, что все, но большинство партий, которые были за годы независимости, есть сильно зависит от своего лидера. Уберите лидера, и этой партией не станет. Я могу вам привести не один такой пример. Валерий Матей, восходящая звезда молдавской политики, 98-й год. Стал вице-спикером, баллотировался в 96-м году. Партия демократических сил. Партия демократических сил. После того, как коммунисты и другие силы провели очень тщательную и, кстати, хорошо организованную кампанию по его дискредитации, его партия, которая считалась чуть ли не следующей властью в стране, в 2001 году не прошла в парламент. Или либерал-демократическая партия. Убрали господина Филата с переднего плана, партия просто рухнула. И у этой партии тоже было очень много достойных людей, которые взяли впоследствии председательство. И любая другая партия. К сожалению, большинство молдавских партий на данном этапе. Вот партию госпожи Санду. Эта партия держится целиком на ее имидже. Не будет госпожи Санду во главе партии «Действия и солидарность». Партия просто рухнет. То же самое и с партией господина Анастасия. У социалистов, кстати, произошло очень интересное явление. Я как раз собираю материал для нового выпуска истории молдавских партий. Вот у них сменился лидер в 2016 году. И партия не потеряла ни одного процента своей поддержки минимум на год. Потом были какие-то скачки, но все-таки осталось. Ну, правда, есть господин Дадон, он является лидером информальной партии. Там есть формальный и неформальный лидер, да. Но это опять-таки новое явление. Поэтому я вам скажу, что господин Плохотнюк, будет ли он лидером партии, я думаю, что он и сам не решил. Я думаю, что должность председателя Демократической партии ему сейчас нужна. Потому что любое действие против него, пока он занимает пост председателя ДПМ, будет расценена как чисто политическая акция. То есть здесь сужается поле для маневра для его оппонентов, которые хотят с ним бороться. Я думаю, что в момент, когда должность председателя ДПМ не понадобится господину Плохотнюку как бы для личной защиты, я думаю, что он ее уступит, потому что он дал понять, что будет руководить процессом издалека. Это означает, что он не скоро вернется в Молдову. Во всяком случае, я так понимаю, я не хочу никого обидеть, но я так понимаю. А мы спросим, Александр, вы же знакомы с господином Плохотнюком, лично знаете его, знаете его характер, вы что можете прогнозировать? Что вы мне приписываете? А, кстати, Артем Александрович, как в опытной политике, говорит, не знал, не состоял, не общался. Нет, 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 нет. Я думаю, что он вернется. Так. Как говорят в народе, это хитрый жук. Вот так? Да. И я в смысле того, что для любого уголовного дела нужна доказательная база. Так, господин Новгород? Конечно. А он, поскольку я знаю, он не поставил ни одной подписи нигде, ни на одном документе. Так что тут будет не так просто. Не так просто доказать вот эти все моменты. Зато за последнюю неделю, начиная с 8 числа, наговорил очень многое, да, отдал любые приказы. И достаточно, чтобы те, которые выполняли вот эти указания, незаконные, кстати, незаконные, они являются узурпацией государственной власти, это уголовно наказуемо. Каждый должен отвечать по закону. Конечно. Все равны перед законом. А кто собирается сидеть за него в тюрьме? Покажите мне хоть кого-то. Кто хочет? А вот покажите нам вначале Кроу-2. Вот мы хотим очень многое послужить. Вот эти 90% честных людей, узнаем о них. То есть мы просто логически рассуждаем, Серафим Александрович, если до сих пор нам не показали ни одного предложения, ни одной строчки из этого доклада Кроу-2, значит, власть что-то очевидно вскрывала. Хороший вопрос. О ком так сильно беспокоиться могла власть, кроме как о себе любимой? Господин Волницкий. Да, очень интересно, кстати, будет посмотреть на этот Кроу-2. Я видел, что сегодня Майя Санду попросила, отправила запрос, что ли, компании Кроу-2. Я не вижу, почему эта компания не должна предоставить. Правда, там я слышал, есть такие неофициальные мнения, что Кроу как бы не существует уже, что они слились с другой компанией, неизвестно, что с клиентной базой. Но я думаю, что это мнение из определенного центра исходит, чтобы как-то запутать еще больше. Это потому, что наш Нацбанк, у которого есть этот доклад, все-таки это не предоставляет премьер-министру на минуточку. Тогда нужно поставить вопрос по-другому. За этот Кроу и Кроу-2 были заплачены деньги налогоплательщикам. И немалые, и налогоплательщики должны знать, на какие цели потратили их деньги. Господин Новак, как обстоит с этим делом? Вы оптимист в плане того, что удастся все-таки этот доклад? Комиссия целая, извините, сформирована. По моей информации, которую я владел, я разговаривал с коллегами из этой спецкомиссии. Пропало очень много материалов, которые стояло на основании того проекта решения, который был проголосован, я не помню, по-моему, в 16-м году или в 15-м. Были наши коллеги Головатюк, члены предыдущей комиссии по расследованию. У нас даже был альтернативный доклад, который, к сожалению... За председательством господина Рейдмана. Я не ошибаюсь? Да, более с точки не сохранилось. Удивительное дело, тоже случайно, наверное. Исчезли, как мне сказали коллеги, осталось только документ, который доказывает постановление парламента по учреждению этой комиссии. А все остальные материалы... А то, чем занималось, это... Станным образом исчезли. Но, скажем так, это не дает поводу. У нас есть коллеги, которые уже имеют опыт и знают, где искать, скажем так. Да, конечно, это займет чуть времени, пока все это восстановят. Но, по крайней мере, это ускорит процесс. Второй момент. Отчет КРОУ. Отчет КРОУ-2, он является секретным. Рассекретить его... Он под грифом «секретно». Рассекретить его вправе только парламент. И мы видели в случае с отчетом КРОУ-1... Кто рассекретил, мы помним. Даже не рассекретили. На своей страничке. На блоге просто его выставили. Господин Канду. Это сделал господин Канду? Это сделал господин Канду. Смелость. В случае с отчетом КРОУ-2, я уже забыл, сколько раз мы предлагали не то, что рассекретить, хотя бы, чтобы предоставили депутатам изучить его, которые имеют право и имеют доступ к гостайне. Не захотели. Вот вы помните, сколько раз мы предлагали, уже устали предлагать. Не один десяток раз предлагали. И мы поняли потом, почему. Как выразился господин Филипп, экс-премьер-министр, там 90% честных, добросовестных... Достойные люди. Достойные люди, да. Верно, верно. Ну, раз они и есть достойные люди, вот мы, конечно, будем настаивать на то, чтобы вот этих достойных людей знала вся страна. Но самая большая проблема даже не в этом. Проблема в том, что государственные, скажем так, правоохранительные органы на сегодняшний день ничего не сделали, чтобы вернуть украденные деньги. Когда нам говорили, что мы вернули около 700 миллионов, это бред, это полная ложь. Это вернули деньги из активов этих банков, которые продали... Кредиты возвращались. Да, кредиты возвращались, продавали там здания, там машины, что у них, имущество, активы. Активы, да. Но деньги, которые свистнули, их никто не вернул. Вы помните, что говорили. Ну, приняли решение, что должны возвращать мы все вместе, да. Есть такой закон. 25 лет. Поэтому, да. Благодаря кому? Демократической партии, конечно. Да, это хорошие вопросы. Вы хотели что-то добавить коротко, если можно. Я хотел добавить по КРОЛ. Я никак не разделяю вот эти энтузиазмы, что доберетесь вы до отчета КРОЛ-2 или КРОЛ-комиссия та представит, значит, не проект, а копию этого доклада и так далее. Потому что, как правило, эти международные организации поставляют жесткие диски, весь материал и у себя не оставляют никаких следов, чтобы потом их не обвиняли в том, что вот где-то произошла утечка информации от них. Так что надеяться на них нечего. Ищите тут и копайте быстрее, если хотите найти. Ну, это, конечно, можно. Я сомневаюсь, что у них нету копий. Ну, я вам говорю, какое правило в международных организациях. А я верю в наших граждан. Нет, я верю в наших граждан. Я верю в то, что эта копия, она находится все-таки в надежном месте. У некоторых наших, да, руководителей до сих пор, вот понимаете, я в них верю, Серафим Александрович. И что при желании, я думаю, что они в состоянии помочь и рассекреют. Ну, в любом случае, мы не должны забывать, что любое преступление оставляет следы. Всегда. Особенно, если эти следы носили уровень айти. Я помню, когда перед нами в парламенте нынешний, скажем так, судья Конституционного суда, господин Гурин, тогда был еще генеральным прокурором. Я когда его услышал, что мы знали, что воровали мешками, я его тогда спросил, господин Гурин, в законе о прокуратуре не надо дожидаться, пока украдут, а потом искать. Нужно пресечь на корню, не допускать этого. И у вас есть на это целый ряд законов и полномочий, чтобы не допускать. И бездействие, это пособничество преступлений. Если ты видишь и знаешь, что выводят деньги, и ты ничего не делаешь. И то же самое касается и СИБА, и то же самое касается и Национального антикоррупционного центра. Да многих касается, в том числе и просто премьер-министра. Всех остальных. У нас мало времени остается. Я хочу задать вопрос. Как-то все выпали из, вот эти люди выпали из нашего с вами, из нашей сферы внимания. Смотрите, ведь есть у нас еще и три независимых депутата, которые объявили себя независимыми. И все эти дни, они были настолько независимыми, что они даже не пришли... Что стали более независимыми, чем замечаемые. Не пришли на заседание парламента. Но сегодня я просто была восхищена причиной. Почему? Оказывается, во всем виноват секретариат. Господин Навак, вы можете как-то дисциплинировать секретариат, чтобы именно, когда вся страна знала, что идет заседание парламента, именно эта троица не знала, чем вы там, собственно говоря, занимаетесь. Вот как это, секундочку, как это понимать, их позиция, она сегодня какова? Вы их как расцениваете? Это полный бред. Секретариат оповещал. В холле парламента есть регистрационные столики, где регистрируются депутаты, ну, кто присутствует в зале. Я своими глазами и пресса в том числе видел, вот столик демократической партии, социалистов, шора. Может вы им столик не поставили, господин Навак? Можно прийти с опозданием на заседание парламента. Конечно. Видишь, что идет заседание, пришел. Пресса транслирует, да, так приходи. Да, да, и это, вот люди теперь пытаются понять, эти люди, кто они сейчас? Они оппозиция, как к ним относиться, вы понимаете? Ой, они никакая не оппозиция, они конкретно... Все-таки три голоса, да? Да, три голоса, то есть это еще дополнительно три голоса демократической партии. Так, определяете. И вот вы увидите, ну, дай бог, чтобы пришли, скажем так, да, вы увидите их поведение в течение, ну, последующие, не знаю, там, до окончания сессии, до конца июля. Вот увидите, как они будут голосовать, да? А будут они голосовать так, как прикажет демократическая партия? Ну, возможно, исключение те социальные вопросы, которые, как вы знаете, и мы в прошлом созыве, когда речь идет, не знаю, о повышении, там, пенсии, зарплат, стипендий, или, ну, какие-то социальные, да? Ну, не можешь не голосовать, и, несмотря на то, что даже, может быть, где-то не согласен, хочешь больше, но что есть, то есть. То есть, в принципе, вы их причисляете к демократической партии, то есть на сегодня это оппозиция? Абсолютно. Господин Волницкий, вы согласны? Я думаю, что мне хочется думать, что эти три депутата проявили осторожность, потому что звучит... Это так называется, да? Да, я хочу так думать, скажем честно, потому что неделя была очень тяжелой с политической точки зрения, взаимные обвинения в узурпации власти звучали со всех сторон. И я думаю, что эти люди просто предпочли отсидеться где-то, чтобы в случае, если одна из сторон выйдет победить, они попали бы под этот пресс, что они тоже кое-как были причастны к узурпации власти. Обвинения в узурпации власти звучали и в адрес демократической партии, которая через свои институты блокировала новую власть. Демократы, в свою очередь, обвиняли в блоках КУМ и ПСРМ. И эти люди, видимо, сочли для себя более безопасным отсидеться. А кому они присоединятся на самом деле? Ну, я думаю, что ближайшие 2-3 недели ответят нам на этот вопрос. Я не исключаю, что они могут присоединиться к стану победителей. Почему нет? Потому что... Ну, у нас это самая популярная версия. У нас как бы, когда отсиживаются, потом к проигравшим не ходят. Я думаю, что если будет какая-то перспектива досрочных выборов, они сохраняют какой-то нейтралитет, боясь потерять свои позиции там, где они, например, в Кагуле, где один из независимых депутатов избирался по округу в Кагуле. Может, они проявят себя как сторонники новой оппозиции демократической партии, партии ШОР. Все возможно. То есть, все возможно. А могут усложить молдаты. Я хотел бы отметить из своих личных наблюдений, что молдавские политики очень прагматичны. Я думаю, что здесь мы имеем дело с проявлением прагматичности. Вот такое слово, Сергей Александрович, прагматичные трое. Пока вы там, господин Навак, вот сидели, понимаете, и говорили, вот сейчас решается судьба страны, вы были не прагматичны, а те, кто сидел дома, они были прагматичны. Понимаете, Сергей Александрович? Я на эту тему говорить не хочу. Извините меня, пожалуйста. Я понимаю, почему они себя так ведут, и к какому берегу приплывут. И приплывут они там, где будет власть. К оппозиционному или к власти? Где будет власть, там будем и мы. Так, осталось только понять, кто эти мы, Серафим Александрович. Ну, это мы после эфира вас спросим. Может, вы нам раскроете эти... Но все-таки вы ответили на вопрос, мы поняли. Хорошо, времени у нас остается мало. Хотела бы вас все-таки спросить, вот эти события, которые мы все наблюдали. Вы знаете, никогда не было так, чтобы, вот, когда общалась с людьми, чтобы люди просто подходили ко мне и говорили, все здорово, поздравляю. И вот столько людей за эти выходные просто на улицах ко мне подходили. Я поняла, что это волнует на самом деле всех. Хотела бы их всех спросить, но как вы полагаете, вот эта наша прививка все-таки получена от того, чтобы никогда больше не случилось так, чтобы у нас никогда не появился господин Плохотнюк, чтобы у нас никогда больше не было такой узорпации, диктатуры, или как там вот еще говорит наша уважаемая теперь уже власть. Господин Волнинский. Ну, раз мы... Коротко, минутка. Да, раз мы научились извлечь нужные уроки и сделать выводы из трагических событий 2009 года и не повторить их в 2019-м, хотелось бы думать, что и события 2019 года тоже помогут нам извлечь какие-то, делать какие-то выводы, чтобы не повторить вот эти ошибки. От себя, можно, могу добавить только то, раз вы увлеклись в нумерологии, я добавлю чуть-чуть астрономии. Можно, я всегда вот сейчас вот весь день сегодня радуюсь, что это было не полнолуние, что только сегодня. Представляете, до чего бы мы дошли, если бы в эти дни было полнолуние? Господин Волг, вам слово. Ну, в принципе, очень хорошо. Я думаю, нынешняя власть доказала, что власть в Молдове можно брать и мирным путем, не силовым путем. Я вам говорю, были такие, которые нас толкали на это, что нужно взять силы министерства, сколько их там, мы их просто сметем. Сколько ваших, сколько наших. Но вы помните, каким образом пришла демократическая партия к власти? Мы не такие, как они. Мы хотели по-другому, и у нас это получилось. У нас это получилось. И этому очень хороший пример. И сейчас, на сегодняшний день, граждане Республики Молдова хлопают все вот так в ладони. Молодцы. Вот разыграли по полной. Да, вот молодцы. Во-первых, благодаря за то, что мы все прекрасно понимали, что не дай бог, если бы что-то не пошло не так, не знаю, если я бы стоял у вас в студии сегодня. И была бы студия еще. Да, если была бы вы в студии еще. Сейчас договоритесь, была бы я, да? Не пугайте меня. На самом деле, было очень смешно. И угрозы и по телефону, и как хочется. Да, мы в курсе. Потому что, когда президент обращался и говорил, оставьте в покое мою семью, мы понимали, что такие вещи просто так наверняка не говорятся. Серафим Александрович, чему научились-то? Я хочу сказать, что это очень хороший урок. Да. В конце концов, потому что в будущем Молдова не будет управляться одной партией больше никогда, я думаю. И все-таки уроки демократии, которые мы проходим, они дают, дадут в конце концов положительный результат. Видите, очень благоразумно, как что есть. Благоразумно поступили демократы. Продекларировали и ушли. Не допустили кровопролития и столкновения. Это тоже хороший урок. На будущее. Вот и для будущих коалиций. И думаю, что нам надо всем учиться демократии. Я хочу сказать, что... Но не у демократов. Когда? Нет. Самый лучший учитель оказался посол Соединенных Штатов Америки. Он так научил демократии за 15 минут демократов, что они, Серафим Александрович, после этого приняли демократические решения. Вот, видите, замечательно. Сошлись на этом. Мне вас остается только поблагодарить за то, что вы пришли. И мы рассуждали на эти непростые темы. Вы знаете, думаю, мы долго будем говорить об этих уроках. И о том, что мы сами добились вот этим. Мы показали роль и политиков, роль и людей, которые тоже, извините, в эти дни проживали нелегкие. Мгновения для них были. И международный фактор. Я вот уже говорила. Очень много таких моментов. Время у нас будет. Главное, чтобы выводы мы сделали правильные. И расчеты, как в том анекдоте. Помните, что расчет был у нас правильный. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова